Готовность к самым страшным чрезвычайным ситуациям проверили алматинские спасатели. По сценарию, крупнейший город страны пережил землетрясение в 9 баллов. Жители с утра услышали сирену, предупреждающую об опасности. Наш корреспондент Багадгулю Акасова наблюдала за эвакуацией и выясняла, ожидаются ли в ближайшее время настоящие землетрясения. Ровно в 11 утра у матинцы услышали тревожную сирену. По сценарию, в крупнейшем городе страны произошло сильнейшее землетрясение магнитудой 9. Услышав вот такой вот сигнал, люди незамедлительно должны покинуть здание. При настоящем землетрясении, примерно через минуту после оповещения, последовал бы второй более мощный толчок. Свыше 300 человек покинули здание крупного торгового центра. На парковке дежурят медики и пожарные. Спасатели развернули полевую кухню и пункты приема граждан. Самым любопытным предложили почувствовать подземные толчки в специальном мобильном симуляторе и осознать всю серьезность происходящего. А вот в этом торговом центре у матинцев сирена явно не потревожила. Одни покупатели не спеша выбирали продукты в супермаркете, а другие спокойно доедали обед. Внимание! Пожарная переборка! Куда серьезнее к сейсмо-тренировке отнеслись дети. По команде быстро они покидают классы. На верхних этажах школьникам посоветовали искать безопасное укрытие подальше от окон. Я почувствовал на самом-то деле страх. Это было чуть-чуть страшно. Но в то же время я понимал, что это понадобится мне в будущем. В другой части Алматы в результате условного землетрясения в здании произошло короткое замыкание. Пока одни пожарные тушат пламя, другие спасают человека с кровли с помощью альпинистского снаряжения. Эвакуация должна производиться через стационарные лестничные клетки. Это ни в коем случае нельзя использовать лифты. Когда человек находится в высотных зданиях, люди должны определить заранее безопасные места. Ежегодно в Алматы специалисты фиксируют больше 10 тысяч подземных толчков. 20 из них – самые ощутимые магнитуды 2-3. Сейсмологи поделились прогнозом. На текущий год сильных разрушительных землетрясений на территории города Алматы и Алматинской области не ожидается. Как только наши граждане, население почувствовало, соответственно, необходимо не ждать помощи, а самим действовать. Нам необходимо выработать культуру действий при чрезвычайных ситуациях в целом. По данным Департамента по чрезвычайным ситуациям, два года назад специалисты проверили 10 тысяч алматинских зданий. Но какие из них являются сейсмоустойкими, эксперты ответить не смогли.